Каким образом изменить свою жизнь? Не просто изменить свою жизнь, а вот когда ты живёшь, живёшь, и понимаешь, что твоя жизнь похожа на некое замкнутое колесо, что ты делаешь какой-то набор действий, что твоя жизнь как будто бы движется сама по себе, и ты находишься в таком состоянии, когда хочешь, чтобы она поменялась, и искренне надеешься, что вот дальше всё изменится. Помните, как в школе, когда ты идёшь учиться в школу, тебе кажется, что вот ты сейчас получишь здесь здание, потом обязательно будет следующая ступень университета, и потом у тебя будет жизнь мечты, потом у тебя будет классная работа обязательно, у тебя будет классный мужчина или классная женщина, у тебя будут дети, ты будешь ездить вот на такой дорогущей тачке и обязательно одеваться в этом магазине. И вот эта вот история о том, что это случится само по себе, она в принципе была бы неплохой, если бы мы при этом знали, каким образом создавать эту реальность. Но в большинстве своём мы думаем совершенно о других вещах, мы постоянно думаем о том, как сдать зачёт, о какой-то проблеме, мы не получаем никаких по факту особо крутых знаний, а просто крутимся в водоворосе, мы в кого-то влюбляемся, мы какую-то работу нам предлагают, и мы думаем, ну класс, супер, я пока студент, я поработаю на этой работе. И потом мы не замечаем, что в какой-то момент мы сваливаемся в такой себе огромный бассейн, где куча людей, которые бультыхаются, и вот они бультыхаются, и это называется жизнью. И когда как будто бы тебе кажется, что, блин, что-то пошло не так, что ты же хотел другую жизнь, ты чувствуешь, что ты не можешь выйти из этого бассейна, потому что если ты из него выйдешь, то ты просто потонешь, потому что у тебя не будет денег, у тебя не будет чего-то, не будет, а ведь ты уже обзавелся. Такое часто бывает из каких-то, особенно когда отношения, знаете, в школе сильно влюбился, потом в институте, потом родила, а потом поняла, что, блин, Пашка-то прикольный был, классный парень, вы не верили, может быть, там в детском коллективе познакомились, я была в детском коллективе и много таких браков наблюдала. Но во взрослой жизни Пашка полное говно. Вот, и сейчас я заведу свой, простите, паршачок, очень жарко просто, кондерку блюм. Вот, и ты не понимаешь, как вот из этой истории тебе перейти, потому что девчонки тебе завидовали, Паша был самый крутой, у тебя, может быть, и работа какая-то там была, но вот вдруг ты оказался в некой реальности. И когда ты смотришь на эту реальность, то твоя жизнь похожа на то, что ты в какой-то комнате, в таком лабиринте, и ты не понимаешь, как это вообще можно изменить, потому что изменить страшно, ведь это как будто бы твой жизненный результат, да? То есть ты же вот строил-строил какие-то отношения, ты в них 5 лет, 10 лет, да, в каком-то вот этом круге, что, теперь бросите это? Ну, как бы, вроде бы неприлично. Ты живёшь в какой-то квартире, может быть, тоже на которую заработал, или которая у тебя... Короче, я не буду это всё вам разжёвывать долго, но вот вы находитесь в неком закрытом пространстве под названием «Моя жизнь». И когда вы смотрите на другие жизни, они вам кажутся какими-то нереальными, непонятно, как вот в этой своей жизни находясь, вот в этой своей форме и оболочке жизненной, как можно жить по-другому. Например, как можно путешествовать вот в такие классные отели, как можно покупать квартиры вот в таких классных домах, как можно ездить на таких вот классных машинах, как можно вообще планировать свою жизнь, не исходя из какого-то бюджета и планов, а просто идти, захотеть и купить, например, и идти больше от удовольствия. Вот напишите, пожалуйста, есть ли для кого-то из вас вот это состояние знакомо, о котором я сейчас говорю, потому что я вам объясню, что происходит дальше. Дальше происходит интересная такая вещь, что мы перестаем, то есть наш мозг таким образом устроен, что он начинает блокировать нас, мы перестаем замечать все прелести жизни, мы перестаем для того, чтобы не впадать в депрессивное состояние, мы сами, ну как бы наш мозг, он блокирует от нас информацию, то есть он не может сделать так, чтобы исчезли все дорогие машины, квартиры и вообще благосостояние, но мы как будто бы эту информацию перестаем считывать, то есть мы даже не раздражаемся какими-то классными вещами, мы не раздражаемся каким-то крутым образом жизни, другими людьми, мы даже можем за ними наблюдать, как это в инстаграме, но мы до конца, наш мозг не верит, что с нами это вообще может случиться, с другими может, и мы находим этому тысячу объяснений, но у нас есть миллион убеждений, которые подчеркивают то, что это не про нас история, это просто с нами не может случиться, в худшем варианте это происходит так, что мы начинаем говорить, что все люди вокруг гады, помните, а мы хорошие, вот сегодня я буквально выставила комментарий в инстаграм с ютуба, где человек писал о том, что вот я рассказываю, мол, вот девушка, он меня назвал, девушка рассказывает о вот этом всем как бы успехе, но по факту она не рассказывает, какая цена за этим стоит, и что чуть ли это не проклятие божие, знаете, и в общем и так далее, и так далее, то есть наш мозг, ну вот как раз, да, вот вы пишете, наш мозг, он очень забавный и интересный, и я вам хочу сказать, что ситуация, когда вас раздражают успешные люди, сильно лучше, это мое субъективное мнение, сильно лучше, чем тогда, когда вы за всех радуетесь, но сами себя с этим не ассоциируете, то есть вы как бы сами вообще, вы настолько, ваш мозг настолько вас защитил от богатства, изобилия, успеха, процветания, всем добрый вечер, он вас настолько сильно оградил от этого, что вы вообще об этом читаете, как о сказке, вы радуетесь за других людей, вы классный, но ваш мозг поставил вам миллион заборов, которые не позволяют вам даже принять, что это может с вами быть, вот я сейчас много наблюдаю за людьми, потому что у меня постоянно проходит парафон, рерайтер жизни, и много людей пишут, и вот буквально сегодня написала девушка о том, что для нее инсайтом стало то, что она просто даже не разрешала себе мечтать и даже этого не осознавала, то есть она настолько закупорила это, что ее это не раздражало, не обижало, у нее это не вызывало никаких эмоций, она просто четко знала, это вообще не для меня, такого быть не может, это невозможно, все это не создано для меня, моя жизнь другая, и вот это делает наш мозг. И теперь мы находимся с вами в некой такой коробочке, да, у каждого эта коробочка своя, но очень у многих людей это именно коробочка. Мы живем в своем, каждый в своем привычном мире, с привычным набором действий, мы знаем, когда нам вставать, куда мы идем, мы знаем, где мы живем, с кем мы живем, мы знаем, что мы едим, что нам нравится, а что не нравится, мы находимся в такой привычной своей среде, и у нас есть даже набор реакций, которые у нас записаны, как мы реагируем на те или иные ситуации, и ничего нового мы в свою жизнь не допускаем, то есть мы полностью блокированы. И что происходит? Это как раз объяснение тому, почему мы так не любим, когда происходит что-то новое, почему мы не допускаем в жизнь нового, почему мы боимся, по сути, влюбляться, боимся менять работу, боимся экспериментировать со своей внешностью, боимся, потому что для нас это неизведанное, это дискомфорт, и наш мозг нас тоже таким образом защищает, и мы в какой-то момент начинаем верить, что та коробочка, в которой мы сформированы, это и есть наша жизнь, мало того, это не просто есть наша жизнь, это есть жизнь в принципе, то есть это есть жизнь, когда человек говорит, ну что я могу поделать, вот такая у меня жизнь, он не понимает, что он просто зашел в супермаркет, в отдел какой-то, в комнату, вот в отделение ликероводочное, и просто здесь стоит, и ему кажется, что жизнь это ликероводочный отдел, он никуда не хочет идти, он уверен, что четыре стены, то есть это его картина мира, она ему по каким-то причинам удобна, даже если она вообще неудобна, но человек к этому адаптирован, и идти куда-то дальше, настолько страшно, настолько страшно выйти из вот этого отдела, неважно ли ликероводочного, или колбасного, или сырного, что человек даже не пытается это делать, соответственно, его жизнь выглядит так, как она выглядит, и многие из нас принимают, что вот эта моя жизнь, она вот такая, и я ничего не могу поделать, буквально сегодня мне написала одна из участниц рерайтера жизни, о том, что у нее случилась ситуация, я без имен, без ничего, поэтому мы не можем никаким образом ее обидеть тем, что я расскажу, что у нее случилась такая ситуация, у нее очень хороший муж, замечательный, прекрасный, но он откуда-то пришел, и не зная, какая у них случилась конфликтная ситуация, она его, дала ему пощечину, как на украинском говорят, ляпаса, дала ему пощечину, и вот она теперь очень сильно страдает, настолько, что она не может, там запустила марафон, там перестала что-то делать, она ушла в страдания, и она мне говорит, ну дайте мне совет, как мне жить, можно ли спасти теперь мою семью, а я, знаете, смотрю на это и думаю, господи, то даже я со своим мужем дралась, я уже даже не помню, как это было, ну даже я там, при том, что я не очень такой конфликтный человек, вот с рукоприкластом, ну господи, ну врезала даже не он тебе, а ты ему пощечину, господи, да что такое пощечина, насколько человек раздувает для себя вот эту огромную проблему, причем настолько в своей огромной комнате, он считает, что его комната это мир, он как большой шарик раздувает эту проблему, и не знает, как с этим дальше жить, дурня же, со стороны вы же это понимаете, так вот, что нужно сделать, чтобы изменить свою жизнь, вот вы сегодня в ней находитесь, и за счет того, зачем я все это рассказывала, за счет того, что вы настолько сильно раздуваете что-то в маленьком пространстве, а ваша жизнь это маленькое пространство, потому что вот вы к чему-то привыкаете, и считаете, что это и есть жизнь, человек, исходя из этого, и не понимает, как что-то изменить, а теперь давайте посмотрим на ситуацию шире, есть такая история, вчера не могла вспомнить это слово, а сегодня вспомнила, как парадигма, то есть некая вот парадигма мира, как мы ее видим, то есть у нас есть некие ситуации, в которых мы находимся, некоторая работа, некоторые обстоятельства, предлагаемые, в которых мы с вами живем, и это наша парадигма мира, мы считаем, что мир выглядит именно так, что вот в нем такие чувства, такие отношения, у нас есть наше личное убеждение, например, что там много денег заработать, не заработать, страна хорошая, она плохая, мужчины бывают такие или сякие, и так далее, это наша парадигма мира, она выглядит именно таким образом, и для того, чтобы мы могли изменить нашу жизнь, как вы думаете, что нужно сделать? Очень просто, нам необходимо изменить эту парадигму, звучит, когда она со словом парадигма, типа, бля, ты что, покурила? Но теперь давайте разберемся, в чем дело, как, что это означает, давайте на простой русский язык, представьте себе, что ваша жизнь, это рельсы, вот есть рельсы, а есть вагончик, поезд, и это ваша жизнь, вот в этом вагончике, в поезде, у вас есть какие-то люди, которые с вами сидят, у вас есть какая-то еда, которую вам в этот вагончик поставляют, ведь заметьте, мы практически всегда едим один и тот же набор продуктов, да, вот даже по мне можно судить, по моим сторис, я везде ем сырники, у нас есть путь, по которому едет вот этот вагончик, мы знаем, что вот на этой остановке у нас школа, на этой остановке вот мы ходим к подружке, на этой остановке наш любимый ресторан, вот сюда мы ходим на работу, а вот сюда мы заправляем нашу машину, или наш вагончик, и наш вагончик вот так едет, мы едем в этом вагончике, мы едем в этом вагончике, и разговариваем между собой, с какими-то людьми, которые с нами находятся рядом, Мы говорим, что-то не нравится нам наш вагончик и наш путь, да, не нравится, что-то не то, не то, как бы нам изменить это? И вот мы сидим и разговариваем об этом, вот, наверное, было бы хорошо вот так, а, блин, классно было бы найти себе нового мужика, да, 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 а круто было бы похудеть, спортом заняться, тело свое справить, да, а здорово было бы начать путешествовать, вообще круто было бы. А слушай, ты ж эту одежду носишь, 10 лет одну и то же, может быть, как-то стиль изменить, уже, между прочим, немодные такие эти, да, да, здорово. И вот вы поговорили за столом, попили чаек, кофеек и продолжаете ехать по этому же пути в этом же вагончике, надеясь на то, что ваш разговор каким-то образом повлияет на то, что вагончик вдруг поедет в другую сторону, или вдруг изменит направление, или вдруг там утром вы проснетесь, как в фильме, а там другие люди сидят в этом вагончике, и вот оно все поменялось. Вот вы сидите такие, подумали об этом, вы даже об этом не думаете, у вас так внутри есть такая надежда. И вот проходит 5 лет, вы встречаетесь, человеку жизнь никак не поменялась. То есть вы едете, продолжаете ехать в этом вагоне, уже какое-то колесо скрипит, там же какие-то отношения хуже стали, там тело стало больше, вот меняются какие-то вот такие простые штуки. Каким образом может измениться жизнь? Например, проходит какая-то авария в вашем вагончике. Когда, например, ваш партнер решил выпрыгнуть из вагончика, он говорит, знаешь, дорогая, не пошла бы ты, ты какая-то жирная стала, толстая, или ты стрёмная, или ты не то что-то делаешь, или я тебя разлюбил. Я полюбил женщину из другого вагона, вот из того пути. Мы проезжали вот так вот, и я увидел ее, и я прыгнул к ней. И, короче, он раз и свалил. И вы понимаете, что, бля, так я в этом вагончике не могу больше жить. Он ушел, вы зеркало увидели, он сидел все время на том месте, которое зеркало перекрывал, вы не видели зеркало. Вы подходите, говорите, ёп, какая, короче, стрёмная. Не, блин, я когда-то видела в каком-то другом вагоне, там, короче, девки все были классные, они тренировались. Мне надо с этим вагончиком, короче, найти его. Потом вы думаете, ёпсель, так я не хочу в этом вагоне теперь с этими людьми ездить. Они все такие тебя жалеют, такие говорят. Ты думаешь, что-то я, блин, от них устала, я не хочу. Они телек все время смотрят, блин. А я помню, когда-то я читала в журнале о людях, которые ездят в другом вагоне, они книги читают. У них какая-то прикольная жизнь. И вот понимаете, после аварии, авария может быть разная. У вас что-то врезалось, и, простите, у вас перестала работать рука. И вы думаете, бля, мне, чтобы руку вылечить, мне надо в какой-то другой вагон перейти. То есть история очень простая. Когда мы находимся в своем жизненном вагончике, у нас либо должно возникнуть наше желание поменять, перейти в другой вагончик, либо должна случиться аварийная ситуация, которая заставит нас это сделать для того, чтобы это произошло. Теперь представляем дальше. Как понять, а как изменить? А вы теперь представьте, что в вашей жизни вы едете по одному пути. А помните, как на вокзале железнодорожном много путей? Много путей. И они как будто бы идут параллельно. Ну помните, вначале кажется, что все эти пути будут ехать с вами постоянно. Но вспомните, когда вы сели в поезд, вы потом едете и вдруг видите, что нет, нету по-прежнему десяти пар шпалл, нету. Они куда-то все разошлись, у них какие-то свои там. И только иногда, когда вы вдруг где-то видите, вы слышите этот звук, бжжж, и вы видите, как два поезда проходят мимо, но постоянно поезда не идут мимо, у них куда-то разные пути и дороги. Так вот, когда мы говорим о том, что я хочу изменить жизнь, нужно помнить о первой простой штуке, что изменение жизни это прежде всего действие, это не ожидание в вагончике, потому что по понятным причинам он едет по своему пути. Вот как он ехал, так он и едет. А нам необходимо перейти, нам необходимо прежде всего подумать, а какой путь я хочу, какой вагончик я хочу. Потому что на каждом вагончике есть какие-то опоздавательные знаки. Вот тут у нас умные, тут красивые, тут у нас занимаются спортом вот в этом вагончике, а в этом вагончике у нас женщины, я не знаю, там развиваются как-то. А этот вагончик, это вагончик про отношения, здесь учат строить отношения. Тут мужики классные или женщины, тут можно познакомиться, это спиддейтинг. Здесь в этот вагончик приходят люди для того, чтобы познакомиться. То есть вы должны понять, что нужно принять осознанное решение, перейти в другой вагончик. А перейти значит сделать конкретное действие. И если мы, например, говорим о том, что я хочу научиться управлять своей жизнью, значит мы ищем вагончик рерайтер жизни. Вот здесь, в этом вагончике у нас сидят все люди, все пассажиры по билетам, которые занимаются изменением тем, что учатся управлять своей жизнью, понимать принципы того, каким образом наши мысли могут помогать изменять жизни. Вы заходите в вагончик, в такой, и вы говорите здравствуйте, и все знают, кто в этом вагончике. Вам не нужно объяснить, вы знаете, все знают. Они все знают, что они пришли в этот вагончик, потому что у них спросили билетик. Все знают, что туда пришли, все друг друга понимают, у всех есть одна общая цель, и этот вагончик следует по этому направлению. Значит, когда вы завтра придете в этот, проснетесь утром, вам не будут говорить, да все это хуйня, да жизнь говно, да давай обсудим карантин. Нет, в этом вагончике другие интересы. И вот вы должны понимать, что вы можете составить свой поезд из разных вагончиков, но для того, чтобы начать менять из своего, нужно выйти. Это не история про зону комфорта. Да заебись здесь с этой зоной комфорта. Находясь в жопе, это не зона комфорта, это просто жопа. И вы в этой жопе просто застряли. Все, у вас нет другой истории. Это не история про комфорт. Просто вы застряли в этой жопе. Факт. Все, точка. Какой комфорт, блин. Вы просто в ней, вот вы не знали по-другому. Но вы должны понимать, что путей дохерища. И вы можете взять и выйти, и пойти искать конкретным действием. Нельзя говорить, что я сижу в этом вагоне и буду ждать, буду делать то же самое. И буду ждать, что что-то поменяется. Нет. Я иду, захожу на вокзал, я специально говорю вам образы, чтобы вы их запомнили, мать вашу, на всю жизнь. Чтобы, заходя на любой вокзал, вы сразу же вспоминали про это, если вы вдруг забудете. Вы заходите и выбираете, подбираете себе поездочек. Вот, вот выбирайте. Я хочу отношения, окей, значит, у меня будет такое. Я хочу это, окей, у меня будет такое. Что-то надо для этого делать. Если я хочу красивое тело, то, блядь, я встаю, иду, и начинаю ебашить. Я смотрю, что я ем. Я смотрю, как я выгляжу. Я начинаю контролировать этот процесс. А не продолжать жить так, как я жила раньше, и говорить, блядь, что ж я опять такая страшная. Но не бывает так. Если я хочу в чем-то подтянуться, я должен это сделать. Вот это надо понимать. Что это действие выбрали. И парадоксальность даже в том, знаете, в чем? Что когда вы принимаете решение пересесть в другой вагончик, вы можете до конца даже, это хуже, но тем не менее, вы можете не знать цель. У вас может быть вагончик, изменить тело. Вы не нарисовали себе конечный образ, каким вы хотите быть. Но вы сели в вагончик и начали работу. Вы уже начали меньше жрать. Вы уже начали контролировать, что вы едите. Вы уже начали заниматься спортом. И процесс пошел. Это тоже такая движуха, когда вы меняетесь незаметно, без цели как таковой. Но вы начинаете меняться, трансформироваться. Вот нету человека в этом гребаном инстаграме, у которого бы не было проблем с лишним весом, который бы не увидел мою фотографию и не написал мне этот, сука, гениальный вопрос. Как вы, блядь, похудели? Я, блин, сожрала гусиное говно ночью перед большой луной и поводила пальцем в жопе, простите, у этого гуся. И после этого похудела. Но неужели непонятно, как похудеть, мать вашу? Ну, задавая вот такой тупейший вопрос, это говорит не о том, что человек тупой. Я, знаете, сколько раз я гуглила, как похудеть? Вы просто себе не представляете. Это самое тупое, что ты можешь сделать. Ведь ты же знаешь, мать, твое ответ. Перейди в этот гребаный вагон, а ты сидишь в своем, ни херя не хочешь менять, других слов нету, ничего не хочешь менять, и только гуглишь. И оно, сука, не худеется. Что-то вообще, блин, непонятное. Ну, ну, ребята, ну так же и есть. Поэтому, когда я принимаю решение, я должен, блин, в холодную зиму собрать свои манатки, а можно все нахер оставить там, и перейти в другой вагон, и начать эти вагоны, сука, собирать, и становиться на рельсы, на рельсы, и понимать, что да, да, я должен совершать новые, бля, действия. Совершать их. Не пистеть о том, что ой, я не знаю, как это сделать, мне так надо изменить мою жизнь, жизнь моя херня, но я не знаю, что мне делать. И знаете, я вас готова, блин, бить по наглым мордам матери, когда вы говорите о том, что вы не знаете, как объяснить вашим детям то, что у вас ни черта нету, и вы не можете их ничему научить. Так какого хера, блядь, вы рожали этих детей, если вы такие ленивые жопы? Неужели вам не стыдно калечить сегодня жизнь своего ребенка вот таким галимейшим примером? Дети, это такая радость, это такая мотивация, это такой огонь, свет и солнце в твоей жизни. Ребенок, это твой свет. В какой бы жопе ты ни находился, когда у тебя рождается ребенок, это твой свет, это твой фонарь, это твоя луна, это все твое, но тебе освещают дорогу. Иди, блин, ради этого. Не ленись, блин, просто. Не ленись. Но нет, мозг начинает выдавать все шедевры. Почему ты не можешь? Какой, сука, сложный мир? Какой? У меня все. Я не знаю, что на это говорить людям. Просто не знаю. Теперь переходим к следующему моменту. Для того, чтобы... То есть можно меняться, как я сказала, вот так вот вышли из своего домика и пошли, знаете, вот вижу, вот это хочу. Окей, мне нужно, сейчас займусь этим. Пошел в этот вагончик. Вижу, это хочу. Но может быть, история от обратного. Это вот смотрите, давайте, чтобы дальше была у нас образность. Например, вы пришли в магазин и вы думаете, так, мне нужна новая плитка, новый туалет, новая кровать, новый матрас. Вы набираете. Есть такая история. И вы приходите домой и начинаете менять плитку, туалет, матрас, что-то у вас подошло, что-то не очень подошло, но в целом лучше, чем было. Сто процентов. Вообще, без разговоров. Но есть вторая история, которая называется дизайн проект. Когда вы изначально сидите, смотрите на всю вот эту хренатищу, в которой вы живете, и думаете, бля, я хочу жить в другом месте, в другой квартире или там в другом каком-то пространстве. И вы начинаете создавать этот дизайн проект. Вы чертите или нанимаете дизайнера, это не имеет никакого значения, но все равно вы с дизайнером работаете, даже если вы его нанимаете. Как вы хотите, чтобы выглядел ваш дом? В каких цветах он будет? Где вы хотите, чтобы у вас стояла кровать? Хотите ли вы кровать, или вы хотите диван, вы хотите душевую кабину, или вы хотите ванну, и вам нужен гидромассаж, или он вам к чертовой матери не нужен? Вы думаете об этом заранее. И вы, создавая дизайн проект, затем под этот дизайн проект подбираете себе уже то, что вам нужно. То есть вы изначально родили это в голове, визуализировали это на бумаге, и исходя из этого, создали свое пространство. Вот моя история про жизнь, вот такая, мое предложение про жизнь, когда меня спрашивают, чем ты занимаешься. Я помогаю другим людям создавать пространство, их жизни, жизни, придумывать свою жизнь. Потому что я считаю, что наши проблемы жизненные именно потому, что мы с самого рождения плывем по течению. И большинство из нас, у большинства из нас течение достаточно голимое, потому что мы выплываем из средних семей, из где-то не очень хороших учителей, не супер классного окружения. Мы продукты того, во что мы попали. Наш мозг формируется, исходя из того, что он видит. И мы потом, вплывая в жизнь, в сумасшедший поток, мы же думаем, как мы вырастим, и у нас будет время. У нас будет время путешествовать, у нас будет время красиво жить, а у нас ни черта времени нет. Потому что мы выросли, нам нужно срочно кормить детей, решать кучу проблем, кучу всего, и мы вот такие, нам некогда об этом подумать. И за счет этого мы себя загоняем вот в такую петлю. Мы не то, что белка в колесе, мы хуже, чем хомяк в зоомагазине, понимаете, со сломанной лапой. Так и есть, абсолютно. Поэтому я предлагаю, вот всегда, когда я все рассказываю из собственного опыта, когда я себя чувствовала вот в таком загоне, я понимала, что я ничего создать не могу. Потому что я как будто бы постоянно варю кашу из топора. Помните? Вот я нахожусь в предлагаемых обстоятельствах и пытаюсь в этих предлагаемых обстоятельствах что-то сделать. Кто постарше, помнит хорошо программу «Пока все дома, очумелые ручки». Когда нас учили, как из пластиковых бутылок, делать абажуры, делать стаканы, вазы, вилки, там все что угодно. То есть, ни хрена не было в этом гребаном Советском Союзе. И нас учили из жестяных банок что-то делать, то есть, использовать то, что есть. Но, ребят, это классно, когда мы находимся на стадии выживания, когда мы попали в лес, и нам нужно срочно, я не знаю, нож сделать, и мы нашли консервную банку, и можем из него сделать нож. Или разжечь огонь из огнева, да, там, или лупы и солнечного луча. Ну, fucking shit. Но когда полным-полно зажигалок вокруг нас, огня и всего, тупо этим заниматься. И я говорю о том, что в какой бы жопе мы ни находились, в какой-то момент мы должны осознать, что пока мы не остановимся и не придумаем, как мы хотим по-другому, жопа не закончится. Нам очень страшно остановиться, потому что нам кажется, что тогда будет жопа больше. Но нет. Вы должны понять, что когда вы остановитесь, больше жопы не будет. Мы уже в достаточной жопе. То есть вот когда у вас вот так вот всё, поверьте мне, жопа сможет существовать, и даже когда она ещё по инерции будет продолжаться, хуже не станет. Но когда вы остановитесь и когда вы решите создать дизайн-проект своей жизни, задумайтесь над тем, какие вы хотите отношения, какой вы хотите свой дом, чем вы хотели бы заниматься, как бы вы хотели себя ощущать, с кем бы вы хотели дружить, какой вы видите свою жизнь, это первый пункт, у вас произойдёт смена, такая смена декораций в голове. Это как смена путей. Первое, вы представите себе эти вагончики, какие вы их хотите. А второй момент, вы начнёте сразу же замечать удивительную вещь, о которой я пока вам даже не буду рассказывать, ну точнее в самом марафоне, например. Происходит очень интересная штука. Как я вам уже неоднократно говорила, если вы смотрели мои видео, молодцы, если не смотрели, не поленитесь и потратите эту ночь на пересмотр. Наш мозг работает по принципу того, что он даёт нам то, о чём мы думаем. То есть вся реальность, которая у нас сегодня существует, это мы её с вами создали, своими мыслями. Так вот, для того, чтобы наша реальность поменялась, нам нужно поменять мысли. А как их поменять, если мы всё время думаем о жопе? Мы в жопе и находимся. Поэтому, когда мы с вами начинаем работать над новым дизайном, мы волей-неволей начинаем об этом думать, потому что мы, например, на рерайтере жизни, мы детально прописываем свою жизнь. И в тот момент, к те несколько часов времени, которые вы тратите на написание нового дизайн-проекта, ваши мысли начинают переключаться. Плюс ко всему, я учу таким простым и классным штукам, как медитации, визуализации, которые помогают вам включаться в этот процесс, который помогает вам видеть, мыслить образами. Ой, простите. Вот сказала, видите, всё исчезло. Мыслить образами над тем, что мы делаем. И когда мы начинаем вот эти процессы запускать, у нас появляется к этому интерес. И парадоксальность в том, что уже в первые моменты, когда мы начинаем над этим работать, наша реальность очень быстро начинает в деталях, пока небольших, но уже меняться. Это отражается в том, что начинают приходить приятные новости, происходить приятные события, приходить какие-то деньги, подарки и так далее, и так далее, и так далее. Второй момент, это безусловно, что крайне важно лично для меня. Когда, например, я беру на себя ответственность, а я её беру и люблю это, и объясняю людям, как создать этот дизайн-проект, я рассказываю и то, каким образом это работает. Почему, создавая этот дизайн-проект, нужно быть 300 тысяч процентов уверены, что очень многое из этого, а возможно и всё, станет вашей реальностью. Я даю для этого обосновывающие факты, не свои личные мысли на эту тему, а конкретные факты, подтверждённые научно. Это и квантовая физика, это множество других учений, изучений, но плюс в том, что я подаю всегда это на простом человеческом языке. Вы можете почитать сегодня очень много литературы о квантовой физике, и это очень интересно, но не всегда очень легко и понятно. А у нас мозг реагирует таким образом тоже, что когда ему нелегко и непонятно, он очень занят. Он сразу же нас переключает на какие-то другие суперважные вещи, ну для нас условно суперважные, посмотреть новый сезон «Танцы со звёздами» или что-нибудь ещё такое сделать. Это тоже важная история. И когда мы начинаем всё-таки работать и осознавать, наша реальность, прежде всего в голове, она начинает изменяться. Мы начинаем понимать другое устройство мира. Самое главное, мы начинаем понимать, что мы способны управлять своей реальностью. И что то, что мы имеем, как я уже сказала, это мы притянули. Это всё наша история. То есть полностью реальность, которая есть, вы за неё в ответе. Вы должны это осознавать. Не буду сейчас опять рассказывать все истории про наши вибрации, которые притягивают к нам определённые ситуации, обстоятельства. Уже как бы высшая математика, рассказывала о ней многое и буду рассказывать уже непосредственно на марафонах. Сейчас я хочу, чтобы вы поняли принцип. И вот когда вы начинаете работать над новой жизнью, вы вдруг понимаете, что вы в это время пересели в новый вагон. Вы сели на другие рельсы. Вы этого не поняли и не заметили. Вы как будто бы пришли поинтересоваться, и в это время вы увидели, что вам сказали, и поезд отправляется, и вы вдруг увидели, что вокруг вас есть много других людей, которых раньше не было, что люди, ваш вагон ещё, может быть, он не оттяпался, но вы увидели, что у вашего вагона появилось огромное количество продолжений, и вдруг вы поехали в другую сторону. Эту дорогу вы раньше не видели. И это ваша прекрасная возможность. Вы должны всегда знать, что когда вы садитесь в новый вагон, и плюс и минус этого заключается в том, что вы всегда можете вернуться на свой старенький. Вы всегда придёте на свой старенький легко. Вы настолько много времени в нём провели, что даже если вас ночью выпустят с закрытыми глазами, вы вернётесь. Вернуться в жопу всегда легко, поверьте мне. Следующий вопрос. Захотите ли вы этого, попробовав другие пути? Это большой вопрос. Я лично не знаю людей, которые бы хотели туда вернуться, когда понимают другую реальность. И в принципе, моя практика показывает, вот в работе с моими учениками в «Рерайтере жизни», а когда мы проходим месячный марафон, я предлагаю людям перейти в клуб, где уже учиться конкретным практикам непосредственно по управлению своими мыслями. И переходит огромное количество людей, что говорит о том, что я никого не составляю, не переманиваю, не насилую, вообще у меня нету таких жёстких каких-то продаж. Это вообще история про другое. Это история про осознанность. Я создаю такой продукт, в который невозможно втянуть человека силой, потому что люди, которые не хотят менять свою жизнь, и люди, которые не готовы к этим вещам, они во всём, что я говорю, находят подтверждение тому, что это полный бред. Мы свои убеждения всегда находим, как подтвердить, ну вот любые абсолютно, кем быть, нужно ли, чтобы ребёнок занимался спортом или не нужно, ну и так далее. Мы всегда с вами находим подтверждение. Вот всему лучше быть худой, здоровой, бедной, богатой. У нас есть внутренние убеждения, программы, в которой в нас работают, и до тех пор, пока мы, например, не начинаем разбираться, а на марафоне мы начинаем разбираться, какие наши внутренние убеждения работают нам во благо, а какие наоборот всё время всё портят. Вот в чём дело? Вот это такой кайф. То есть мне очень нравится, что все, кто приходят ко мне на марафон, ну вот по крайней мере все, кто общается в чате, я вижу, что люди становятся собственными докторами, экспертами в себе. Они уже понимают, почему в их жизни есть та или иная ситуация. Они уже понимают и умеют. То есть это не значит, что ситуация быстро исчезает, потому что ситуация — это работа, это такое некое лечение самого себя. Но человек уже способен исцелить самого себя, и это супер-супер-супер-супер классно. Я так считаю. Поэтому вы должны понимать вот эту вот вещь, что вы, когда начинаете любое изменение, вы всегда можете вернуться. Не стоит бояться того, что, о, Господи, моя жизнь поменяется. Но если вы попали в свой вагон, то вы никогда не захотите вернуться в старый. И поэтому, когда, возвращаясь к нашей теме, когда люди говорят мне о том, что они не знают, как изменить свою жизнь, я пробовал, я понимаю, что это банальные лентяи. Это людям, которым нравится говорить о том, что они не знают. Это люди, которым нравится жаловаться. Это людям, которым нравится та жизнь, которая у них есть. Нравится этот грёбаный, вонючий, старый вагон. И человеку просто он не знает, чем себя ещё занять, кроме как скрипеть. И когда вы себе говорите о том, что вам не нравится моя жизнь, ну, ваша конкретно, да, жизнь, задайте себе вопрос, я это зачем говорю? Если я хочу ее изменить, я прямо сейчас могу выйти и посмотреть на перрон, и там есть множество другого, и мне нужно пересесть, и мне нужно войти в этот вагон, познакомиться с его правилами, понять, куда я хочу следовать, начать действовать. Любое новое действие, которое вы включаете в свою жизнь, ведет к изменениям вашей жизни. Попробуйте записаться на секцию плавания, танцев, я не знаю, там, волейбола, баскетбола, разнообразить свой круг, вот люди говорят, где найти новых друзей? Ну, вот я говорю, сходите в новое место, а как я там познакомлюсь? Поверьте, если вы будете ходить с одними и теми же людьми в секцию баскетбола, танцев или еще куда-то, вы обязательно познакомитесь, у вас обязательно произойдут какие-то изменения, но человек говорит, не-не, не, это мне не подходит, это я устал, это я не хочу, давайте что-нибудь другой вариант, вот вы задавайте эти вопросы себе, если вы видите, что у вас есть отмазки, значит, скорее всего, на сегодняшний день ваш вагон, какой бы галимый он ни был, он вас устраивает, то есть вы как бы не готовы что-то изменять, потому что когда вы готовы, вы просто берете и вы это делаете. И вот это понимание путей для меня лично стало открытием. Мы с моим мужем разговаривали на эту тему, почему эта тема вообще родилась. Так, мне надо снова завести машину, без кондиционера плохо. Значит, мы разговаривали с моим мужем несколько дней назад, у нас было 12 лет совместной жизни, нет, 12 лет со дня нашей свадьбы. Мой Сергей, русский, он жил все время в России, и вот он в какой-то период времени, он был женат, у него было тогда двое детей, он вдруг говорит своей супруге, мы должны переехать в Киев, а он жил в городе Тольятти, у него крупный бизнес там, все окей, он говорит ей, мы должны переехать в Киев. Она говорит, ну давай переедем в Киев, ну как бы особо, видимо, она не работала, ничем не занималась, ее ничего не держало. И они переехали, приехали в Киев пожить, сняли квартиру, как бы, и начали жить. И он прожил в Киеве меньше года, и мы познакомились с ним на тренинге. Куда он попал? Потому что один из его друзей сказал, пойдем на тренинг там какой-то прикольный. Он сказал, ну пойдем, вот знаете, как на рерайтер жизни многие приводят своих друзей. Со мной случилось практически то же самое, моя подруга мне сказала, пошли на тренинг там прикольный, типа там жизни вроде меняются. И я, короче, ну тоже пришла туда. И мы таким образом с ним познакомились. Через две недели мы начали жить вместе, через полгода мы поженились, через пару лет у нас родилась первая дочь, потом родилась вторая дочь, у нас родилась куча совместных бизнесов, и родилась наша такая семья, которой уже 12 лет. Мы с Сергеем живем больше, чем он жил со своими предыдущими женами, с одной и со второй. Ну это так, вкратце, кому интересно. И он мне говорит, вот представь себе, как мы сошлись. У нас 20 лет разница, он на 20 лет меня старше. Он говорит, как мы вообще могли сойтись? Мы с тобой из разных стран, у нас было там, ну разные истории, разное социальное положение, там разные города, все разное. И если бы мы там не встретились, и мы не пришли бы на этот тренинг, и там бы не было задания, где мне пришлось с ним идти знакомиться, потому что я вообще не в его вкусе девушка была, то есть ему нравились совершенно другие девушки, то в принципе ничего бы не произошло. И он мне говорит, это же надо было так взять, и вот как будто бы я перешел на другую линию жизни. Вот говорит, смотри, как много мы каждый день совершаем действий, и одни ничего в нашей жизни не меняют, а вторые как будто бы пересаживают нас совершенно на другую линию, и жизнь совершенно по-другому. Ну представьте себе, он поменял страну, поменял жену, у него появились дети новые, о которых он вообще понятия не имел, что он вообще хочет этих детей. У него поменялся бизнес, у него поменялись отношения вообще, он никогда не был в партнерских отношениях со своими супругами, они никогда не работали. Мало того, я совершенно другой типаж женщины в контексте того, что я лидер, я ведущая, я такая, какая я есть. И вот он говорит, ну вот кто бы мог подумать, что моя жизнь может вот так измениться. И я, это очень мысль меня сильно навела и натолкнула, потому что я поняла, что ведь это было его действие, ведь он не побоялся, ведь мы находясь где-либо, например, вот если вам плохо в вашем городе или еще где-то, человеку очень страшно, он думает, а там еще хуже, не надо никуда идти, никуда не бежать, я лучше останусь здесь. Но вы должны понимать, что просто переезд в любой город, в любой город или в любую страну уже изменит вашу жизнь на тысячу процентов. У меня есть подруга Ира Авакумова, может быть, Ира, ты будешь смотреть, она живет уже много лет в Доминикане. Она поехала туда со своим мужем, они из России, она поехала туда со своим суфругом, он занимался и занимается, он видеооператор, она делала свадьбу, я не помню, делала ли она свадьбу в России. Короче, она приехала туда, и они начали жить вместе, ну, не жить вместе, они жили вместе, они приехали с двумя детьми. Она начала делать там свадьбы для русских, вот, она у меня училась, поэтому я ее знаю, а потом я ездила в Доминикану, где мы уже познакомились лично. А муж ее снимал эти свадьбы. И вот они жили там какой-то, ну, не знаю, сколько лет они вместе жили, 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 а потом, опа, я смотрю, а у Иры там на лет 10-15 появился парень другой. Я ей говорю, ты что, с Николаем разошлась? Она говорит, да, я разошлась с Николаем, и сегодня очень счастлива с другим мужчиной. Он испанец, латинос, понимаете? Это я к чему говорю? К тому, что не приедет она в эту Доминикану, ничего бы этого не произошло. То есть жизни меняются, они меняются кардинальным образом, но мы для этого должны что-то делать. И часто они меняются, даже когда мы чего-то там не хотим, да, например, ну, там жизнь идет. Но зачастую, как я уже говорю, мы, может быть, не хотим сознательно, но подсознательно оно что-то не устраивает, потому что я точно знаю, что, например, счастливые классные браки, они не распадаются, да, ну, у них нету причин для того, чтобы распаться. Ну, и так точно так же происходит со всем остальным. Вы должны это понимать. Поэтому необходимый момент для изменения – это ваше действие. И я очень надеюсь, что то, что я рассказала вам сегодня, станет для вашей головы более понятным, вот такой картиной того, как это работает. То есть что мне нужно просто перейти на другой пояс, собрать другие вагончики. Вагончики, вы как браслетики, помните, как Пандора, собирается такие, вы там, раз, это вот для фигуры, это для тела, это для жизни, это для души, и вы собираете этот браслетик. Вот мое видение такое, оно достаточно как бы ясное, объяснимое. И это как раз объяснение про то, как устроен мой рерайтер жизни. Рерайтер жизни запускается в новый поток завтра, 1 сентября, когда дети идут в школу. У нас еще завтра будет продажа, и сегодня есть пробная версия. Пробная версия – это версия, которая позволяет вам написать две главы книги, потому что главная задача нашего марафона рерайтера – это собрать наш паровозик, мы пишем книгу своей жизни мечты. Для этого у меня есть классные уроки, для этого у меня есть специальные медитации, все очень классно сделано, подготовлено, уже отработано на сотнях людей. Это действительно круто работает. Плюс суперклассный коллектив, атмосфера, когда собираются люди. У нас сентябрьский поток будет чуть-чуть меньше, чем обычно, потому что после лета классическая схема, но это очень классные заряженные люди, которые друг друга поддерживают, которые делятся, и у нас начинается большая дружба. Уже проверено, мы уже вживую много встречаемся. То есть это совершенно новая движуха. И самое главное – начинается понимание устройства собственной жизни, умение управлять этой жизнью, умение работать с негативом, переход на новые линии жизненные, это точно я могу сказать, самоизлечения и прочие штуки, которые уже активно практикуются. И это супер. И вы можете попробовать, если вам страшно, вы можете попробовать. Стоимость всего лишь 5 долларов – это очень небольшая сумма. И, например, если вы увидите, что вы очень хотите, но этот поток для вас дорогой, для вас будет потом, мы начинаем всегда продавать рерайтер жизни, следующий поток с 50% скидкой. Вы сможете, например, приобрести его октябрьский поток за полцены, если вы захотите это. Либо понять, например, что это не ваша движуха. Но, как правило, таких людей у нас там 1% из всех. Что меня не может не радовать, потому что я очень много времени отдаю этому продукту, я лично консультирую, я нахожусь в чатах, я лично отвечаю, я отвечаю, когда мне пишут в приват. То есть мои рерайтовцы – это для меня абсолютно особенные люди, которые всегда в приоритете. С кем нужная жесткая, с кем нужная мягкая – это уже решаю я, глядя на ситуацию, на человека, потому что для меня важно, чтобы человек получил лучший для себя результат и не пришел туда, где ему подтирают сопли, а пришел в место, где он бы мог сам стать лучше и эволюционировать. Потому что задача каждого из нас – это все-таки пройти свой некий жизненный путь. Так, я, значит, ссылочка, на всякий случай, ссылочка у меня будет сверху в профиле, если будете в Инстаграм, если это зальем на Ютуб, то будет внизу обязательно в Ютуб. Теперь готова ответить на ваши вопросы. Вы лидер всегда или вы лидер всегда по жизни? Ну, да, конечно. Мне кажется, что лидеры – это вообще такие люди, которые с детства. Вот я наблюдаюсь за детьми и вижу, что лидеры – они с детства лидеры, и лидеры пробиваются гораздо все-таки чаще и лучше. Но в то же время лидер – это огромная энергия, которую, если направить не в ту сторону, может абсолютно все разрушить. Поэтому люди, которые идеально разрушают свою жизнь и жизнь окружающих – это прекрасные лидеры, направившие свою энергию в другую сторону. Это нужно понимать, потому что иногда мы смотрим за кем-то и говорим, ну, это же лидер, почему у него ни хрена не получается? Потому что он идет совершенно в другое русло. Я над собой в этом плане работать. Если события не подпитывать, оно пропадает, о нем быстро можно забыть, что очень неприятно. Уже не помню, к чему вы говорили, но на самом деле зачастую мы подпитываем события мыслями, вообще любую историю мы подпитываем мыслями. Вот вам история о коронавирусе или о том, что нам заливают все время через средства массовой информации, подпитывая это. И как только перестают это подпитывать, как будто бы этого и не было. И я думаю, что с этим коронавирусом, гребаным, будет такая же классная история. То есть то, чем мы питаем мозг, то у нас и процветает вокруг нас, и это находит энергию. Мы с вами сами создаем энергию и усиливаем чему бы то ни было. Поэтому я и предлагаю сосредоточиться на жизни нашей мечты и подпитывать непосредственно эти мысли. Тогда у нас будет наше пространство меняться. Так, хочу следующий поток рерайтер. Ну, приходите. Если лидерские качества есть, а не уверенность в себе больше? Уверенность в себе начинает основываться на знаниях. Я всегда говорю о том, что когда, например, вот в школе, помните, вас вызывают к доске, и вы знаете стих, или вы там выучили математику, разобрались, вы всегда себя чувствуете уверенно, потому что вы в этом разбираетесь. И успех любой ваш, маленький, он подпитывает большой успех. То есть вас похвалили, вы в следующий раз увереннее. Вы вышли, потом опять что-то сделали, у вас получилось, вас опять похвалили, вы стали увереннее. Успех притягивает к себе успех, поэтому это нужно прокачивать по шажочкам. Вот я, например, в рерайтере очень много замечала людей разных историй. Например, девушка одна мне когда-то написала в одном из первых потоков, что, Оль, вот я заметила, что все в чате пишут, им отвечают, а я когда пишу, на меня никто не обращает внимания, они меня специально все игнорируют. И ведь вопрос был не в них, а вопрос был в ней. И я ей сказала, она говорит, может быть, я не буду больше им писать, значит, там, ну вот такое у нее проснулось, неуверенность в себе. Я ей сказала, а напиши, пожалуйста, в чат такое сообщение, что, ребят, вот у меня есть такое ощущение, значит, напиши, вот как ты мне написала. И попроси, попроси, пусть тебе скажут, что ты делаешь не так. И оказалось, что люди просто, было очень много сообщений в чате, и они просто, ну вот как-то не обратили внимания, что ли. И они стали ее поддерживать. Она там что-то им личное написала, они стали ее поддерживать. И у человека очень сильно выработалась уверенность в себе. Вот такие простые действия, они всегда нас приводят к результатам. Поэтому вот возможность коммуницировать в сообществе, где ты можешь честно сказать и честно проговорить, это очень важно. Потому что мы все время боимся быть высмеянными, непонятыми, что с нас что-то там будут смеяться, что-то не то будут говорить. Очень важно быть откровенным, и это нужно в себе выработать. Вот, когда вы приучаетесь, один раз это сделали, второй, третий, и с пятого это очень легко. Так, что входит в пробный курс? Вы можете перейти по ссылке и прочитать. Конкретно вы сможете написать, вы будете 4 дня из месяца в марафоне, вы напишите 2 главы книги, получите доступ к этим урокам, еще к куче бонусных уроков, у вас будут 2 медитации. То есть вы полноценно поймете, что представляет из себя рерайтер жизни. Напишите, опишите 2 главы и поймете, как это будет выглядеть дальше. И получите уже много полезной информации по работе вашего мозга. Ну, вообще, то есть у вас появится такое понимание того, что все-таки вообще, что будет дальше. Так, у вас бывают ситуации, когда руки опускаются от лидерства? Нет. У меня не бывает ни состояния на нуле, ни руки опускаются от лидерства. Это не история про лидерство, которое я тяну на себе. Это история про самореализацию. Это история про то, что я люблю то, что я делаю. Это история про то, что я знаю, что я помогаю другим людям. Каждый день я это делаю, я это знаю, я от этого кайфую. Я получаю от этого удовольствие и деньги. У меня бывает история про то, что я устала, и история про то, что я не понимаю каких-то ситуаций, которые происходят, и я про них смолчала. Сейчас этого нету, ну, то есть это в основном с детьми. Вот у меня были такие периоды, когда какие-то вещи происходили с моими детьми, ну, там, с другими людьми в кружках, в школах, и я на них не знала, как отреагировать, и меня это внутри разрывало, потому что я понимала, что это неправильно. Вот сейчас я научилась вообще обо всем говорить открыто, со всеми, со всеми тренерами, учителями, людьми, учениками, мужьями, любовниками, сестрами, братьями, с кем угодно. Я говорю сейчас очень открыто, и это позволяет мне ни на какое состояние нуля не опускаться, потому что я точно знаю, кто я, я чётко знаю свою позицию в жизни, но её знают другие люди, и с одной стороны это лидерство, с другой стороны это честность и откровенность. И я предпочитаю не врать себе, у меня нету таких ситуаций в жизни сегодня, которые бы я не знала, как это на самом деле называется. Это не означает всем говорить правду, это другая совершенно история. Мир должен видеть то, что нужно видеть, но по отношению к самой себе у меня нету вот этих, знаете, «Боже, меня не ценят, меня там не то, что-то обо мне не то думают». Вот у нас все разочарования происходят именно из-за того, что, как нам кажется, люди неправильно нас оценивают. Мне вообще насрать, как меня кто оценивает, вот честно вам скажу, потому что я прекрасно знаю, что я из себя представляю, кто я есть, и я работаю над собой, над своей жизнью каждый день с помощью ментальных практик, с помощью всего абсолютно. Поэтому вот эти вот истории про то, что там кто-то, где-то кого-то, нет, ну нет. Так, завтра дочка идет в первый класс. Понимаешь, что завтра будет зависеть, что я сделаю сегодня? Абсолютно. У меня, кстати, тоже завтра дочка идет в первый класс, Ева у меня завтра идет в первый класс. Безусловно, вы должны понимать, что вы для детей являетесь лучшим примером. Когда человек говорит, я хочу улучшить жизнь своего ребенка, я говорю, улучши свою собственную жизнь, потому что он все равно это скопирует. Вот это то, что вы должны осознавать. Все, ребяточки, я вас обнимаю, у нас заканчивается с вами эфирное время, и у меня заканчивается время, ребенок мой танцует сейчас, поэтому у нас эфир. Я буду стараться делать эфир сейчас каждый день, по крайней мере, сколько смогу, когда смогу. Это важный для меня момент, делиться с вами. Так, последний вопрос. Давайте. Если возникла сложность в выборе, связанном с изменениями в жизни, это состояние зависло и очень угнетает, как помочь себе? Приходите на рерайтер жизни. Мы одним из моментов, которым мы работаем, мы учимся работать со своей интуицией, со своим внутренним голосом. Вы должны понимать, что все ответы на все вопросы есть внутри вас. И в вас живет интуиция и подключение ко всей Вселенной по энергетической паутине. И вы получаете информацию гораздо лучше и быстрее, чем кто бы то ни было. Но за счет того, что нас не научили этим пользоваться, а помните, как в детстве нам говорили, слушай, что тебе говорят другие. Ты говоришь, я хочу уплатиться. Тебе говорят, нет, ты будешь в шортиках. Тебе говорят, точнее, ты говоришь, я хочу беленькое. Тебе мама говорит, это непрактично, будешь черненьким. Нам заглушили наш внутренний голос. Наша задача его разбудить. Вот мы с этим тоже работаем. Поэтому, собственно, так. Все, я вас всех обнимаю. Спасибо, что вы пришли. Я с вами на связи. Я вас очень жду на Рерайтер Жизни. Приходите хотя бы на пробную версию. Вы точно можете себе позволить там эти 100 с лишним гривен. Попробуйте. Попробуйте. Сделайте для себя шаг в сторону другого вагончика. Это все равно что Биг Макс есть. Я за ваши деньги съем Биг Мак. И он пойдет мне в стройное тело красивое. Хорошо. Попробуйте. Это реально круто работает. Ничего подобного на рынке нет. Просто поверьте мне. Ничего подобного нет. Это то, чем я живу. Это не история про марафон-марафонный, как бы содрать с людей денег. Нет. Я больше в эти игры не играю. Никогда в них особо не играла. Но сейчас вообще мне это на текаву зовсим. Сейчас это история про другое. Моя задача посвятить и провести то, что мне дается. Я благодарна энергии, которая проводится через меня. И благодарна тому, что моя голова собирает знания. Ей это интересно. Поэтому обнимашечки. Люблю, целую, пух. Жду вас на Рерайт-режиме.